Ну и прежде, чем мы будем учиться применять все эти навыки на деле, давай с тобой запишем те самые пять слов, которые нужно знать к экзамену. И первое слово – gift. Gift имеет несколько значений. Оно может переводиться как подарок, то есть быть синонимом к слову present. Или gift может иметь еще другое значение и синонимом. Или gift также может означать какой-то талант или дар, который есть. Причем это может быть дар какой-то талантливый или дар какой-нибудь сверхъестественный. И также от слова gift очень часто составляют прилагательное gifted, которое означает одаренный. То есть, опять же, это синоним к слову талантливый или одаренный вот там как-то сверху. Не путай, пожалуйста, его с глаголом прошедшего времени, потому что это прилагательное. Gifted – одаренный. Следующее слово – effort. Effort означает какое-либо усилие. И очень часто оно встречается в выражении make an effort – приложить усилия, постараться, потрудиться, попробовать. Мне кажется, или ты не записываешь. Обязательно бери ручку, открывай тетрадь и записывай эти выражения вместе с переводом и со всеми примерами. Также есть еще выражение – spare no effort. Я не уверена, что оно встретится в экзамене, но вообще на самом деле оно может отлично вписаться, например, в твое сочинение по английскому языку. Или так можно будет понтануться среди друзей выражением – spare no effort, которое означает не жалеть никаких усилий. То есть стараться изо всех сил, не жалеть никаких усилий. Также мы можем составить из слова effort прилагательное, которое будет означать, что что-то кажется легким, непринужденным. Суффикс less означает отсутствие какого-то качества. И поскольку слово effort означает усилие, мы добавляем суффикс less, и получается, как будто у нас нет этого усилия. То есть что-то кажется очень простым, легким, непринужденным. Ну, собственно, перевод означает… ну, собственно, само слово означает непринужденный, легкий, простой. То есть к которому не нужно прилагать никаких усилий. Следующее слово, которое мы записываем, это слово adult, либо еще его можно произносить adult. Два варианта будут работать. Adult может использоваться как существительное или как прилагательное. И означает оно взрослый. Из этого существительного мы можем сделать еще одно существительное, которое будет больше обозначать период жизни. Он будет образовываться по примеру, как со словом child. Например, child – это ребенок, childhood – это детство. Adult – это взрослый. Адилдхуд – это зрелый возраст, взрослость, зрелость. Ну, также давай для примера напишем childhood. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok